Следующая задача. Тут нужно есть пояснение. Что такое выпуклый и невыпуклый? Выпуклый фигура называется в случае, если отрезок с концами в точках этой фигуры обязан целиком принадлежать этой фигуре. Давайте пример невыпуклой фигуры. Итак, берем отрезок. Он вышел за пределы фигуры. Согласны? Вы скажете, что я тут кривые линии нарисовал. Вовсе не обязательно кривые. Вот смотрите, это пример выпуклого четырехугольника. А здесь будет вам пример невыпуклого четырехугольника. Почему он не выпуклый? Потому что если берем здесь две точки и правый лишь отрезок, то часть его выходит за пределы фигуры. А если здесь берешь две точки, любые две точки, если имеешь в виду, то отрезок останется внутри фигуры. Так вот, выпуклый объяснил. Теперь, что такое параллелограмм? Это многоугольник, у которого четыре стороны, и при этом противоположные стороны параллельны. Одна пара и другая. Рисуется параллелограмм вот таким вот образом. Поняли? Вот эта прямая параллельно этой, а эта прямая параллельно этой. Так вот, задача. Выпуклый семидесяти, семиугольник, никто никогда не сможет разрезать на параллелограмм. Вот, между прочим, вам правильный восьмиугольник. Давайте я объясню, как довольно просто его можно разрезать на параллелограмм. Смотрите. Вот я уже вырезал три параллелограмма. Теперь продолжу эту деятельность. То есть, смотрите. Ну уж на что это похоже, не самое главное. Вот. Вырезаю вот так. Это будет четыре, пять и шесть. Отлично. Я объяснил, каким образом выпуклый восьмиугольник можно разрезать, выпуклый восьмиугольник, у которого противоположная сторона параллельная. Без этого бы не получилось. Можно разрезать на параллелограммы. А теперь вопрос. Не восемь, восемь нельзя теперь, а семьдесят семь. Можно ли разрезать выпуклый семидесятисемиугольник на параллелограммы? Бывает ли так, что можно разрезать? Или нельзя? Что? В комнате разрезать? Да. Никаких обрезков, никаких кусочков не должно остаться. Да невозможно. Почему? Потому что кусочек останется. Ребята, это замечательное умение. Если бы он был один такой, дело в том, что, скажем, почитайте решение почти всех наших судов, там ровно так написано. признать Васю виновным, поскольку понятно же, что Васю виновен. Понимаете, да? Вот такие вот люди, они становятся взрослыми, получают звание, полномочия и действительно думают, что так и есть. От того, что вы повторили утверждение, оно не становится более понятным. Этот приемчик, пожалуйста, пожалуйста, применять. Да? А, послушайте, прямоугольник из-за квадрата читается? Конечно. У прямоугольника противоположная сторона параллельная. У квадрата тоже. Конечно. А у ромбика? Конечно. Ромб частный случай параллелограмма. Это параллелограмм, у которого все четыре стороны равны. А трапеция не входит? Нет, трапеция не входит. Не входит. Потому что у трапеции есть существенная отличие от параллелограммы. У параллелограмма противоположная сторона параллельная и другие две тоже. А у трапеции есть только одна пара противоположных сторон. В этом большое отличие. На самом деле, ребята, на этой картинке все ясно. Задача по 77. Вы просто не замечаете. Я очень мощную подсказку нарисовал, когда вот это сделал. Смотрите, ребята. Понимаете? Смотрите. Вот эта сторона параллельно этой. Да. Там должна быть каждая сторона параллельно другой стороне. А в 77, потому что ничего не может быть. В каждой стороне есть противоположное параллельное ей. Поэтому стороны должны разбиваться на пары. А 77 на пары нельзя. 77 число нечемное. Отлично.